Сидел один. У ног его стояла трость, а он подставлял лицо лучам солнца. На глазах его были темные очки. Он улыбался. Улыбался так светло, по-детски. Рядом на скамье опустилась женщина. Она стала недовольно говорить, даже не обращаясь к молодому человеку, так, в пространство. Как же надоела эта погода! То ветер, то дождь, то солнце, Полит. Расквасило все грязь, кругом лужи. Расскажите, пожалуйста. Голос парня прервал ее причитание. Что рассказать? В недоумении она повернулась к говорившему и осеклась. Опишите, что вокруг? Я не могу. А как бы хотел видеть блеск солнца в лужах, зеленую траву. Что знаю, я чувствую ее запах. Она уже прорастает на проталинах. Почки набухшие на деревьях. Я тоже улавливаю их запах. Женщина огляделась. Ну, что тебе рассказать? Ой, и правда, вот первоцвет. Вылез совсем рядом с тротуаром. Он белоснежный. А там, чуть подальше, и правда лезет зеленая травка. Слышь, с крыши свисают сосульки длинные. С них копель барабанит. Слышишь? Конечно. И щебет птиц, слышу. Как же я раньше не замечала, как вокруг красиво. А небо? Небо, оно лазурное. Посмотри, посмотри. Прости меня. Все в норме. Спасибо. Мне нужно идти, сказал парень, поднимаясь. Я провожу тебя. Спасибо, не надо. Он пошел, не спеша постукивая. Прощупывая тростью перед собой мостовую. А женщина все сидела на скамье, смотрела на удаляющегося. Она вдруг как прозрела. Стала замечать, что вокруг нее весна во всей ее красе. Автор Жанна Корнута.